Это программа День с Толком, студия Анастасия Дороган. Здравствуйте! Жители Барнаульского поселка Бельмесева часами ждут автобус. В чем причина нестабильных рейсов? Компенсация коммунальных услуг, бесплатный проезд и питание. Какой еще поддержкой пользуются многодетные семьи края? Один из беглецов енотов найден. Сбежавшая кнопочка попалась в Кашкаловку, а поиски ракеты продолжаются. Региональная эвакуационная комиссия появится в Алтайском крае. Ее создание уже утвердил Виктор Томенко. Задачей комиссии будет организовывать и в случае военного конфликта или чрезвычайной ситуации эвакуировать жителей, а также сохранить ценности и важные документы. Работать комиссия будет при необходимости. Кто войдет в ее состав, пока неизвестно. Барнаулец погиб в Рубцовске, упав с башенного крана с высоты более 10 метров. Трагедия произошла на территории предприятия Алтайвагон. По предварительным данным, 43-летний мужчина приехал в Рубцовск для заключения договора по дефектовке башенного крана. Как сообщает следком края, погибший производил монтажные работы без соответствующей экипировки, каски и страховочного троса. По этому факту проводится доследственная проверка. Проблема с общественным транспортом в барнаульском поселке Бельмесева достигла своего пика. Жители говорят, что часами стоят на остановке в ожидании автобуса, опаздывают на работу, в школы, вузы и добираются до дома автостопом. Сегодня в мэрии для обсуждения проблемы собрали целое совещание. Мои коллеги встретились с жителями поселка. Жители Бельмесева дошли до точки кипения. Стоять часами на остановке, опаздывать на работу в школу и в университет – уже привычное для них явление. По их словам, например, в утренние часы все пассажиры в салон не вмещаются. Им приходится ждать следующего рейса. То опаздывает, то не придет автобус. Люди собираются и никак не могут уехать. По два часа ждем автобус. Такси вызывают 500 рублей. Люди такую зарплату не получают. У жителей поселка два варианта. Автобус 104 с маршрутом Бельмесева-Барнаул и 104 Ю, на котором можно уехать на южный и в ближайшие поселки. По словам жителей, по муниципальному договору автобусов должно ходить по три единицы от каждого маршрута. Однако с недавних пор транспорт стал ездить значительно реже. У нас все лето ходил 11, 104 Ю. И городской, ну, наверное, сколько? Ну, наверное, месяца тоже, наверное, три уже, да? Ходит один, два под вопросом. Ну, это куда? Говорят, нет автобуса, шофера не соглашаются, не едут, потому что зарплата маленькая. В Бельмесева с населением чуть больше 4000 человек нет ни детского сада, ни ДК, ни секций. Только школа. И та, подчеркивают жильцы, переполнена. У меня ребенок на Южном. Бывает, что у нас нет южинского автобуса. Мы садимся на 104-й городской, доезжаем до Сибирской долины, пересаживаемся там на 33-й. Тоже его стоим, ждем зима, дождь. Погода ужасная, сами понимаете, Сибирь. Садимся на 33-й, едем. В садик, естественно, мы опаздываем, мы замерзшие, мы промокшие. Поэтому ужасно, с транспортом ужасно. Ребенку в больницу поехать. К врачу записались, два часа автобуса нет. Купила абонемент на спортивную секцию ребенку. Проблема также. Из 16 занятий посетила только 7. Ребенок небольшой, по трассе топать нереально, плюс где-то дождь, холодно. Какой смысл вообще от этих автобусов, когда ты утром гадаешь, придет он или не придет на ту же работу? На Спартака была, в больнице ехала. Ну и что, на 12? Единственный автобус на 12? Его не было. Все. И какой ждать, вообще непонятно. Как в итоге уехали? Мы сели на 118-й и доехали до поворота на Бельмещево, да? А там пешком шли. Два километра пешком. Как будто возвращаюсь на 8.20 со Спартака. Вот за лето три раза не было автобуса, а они уже крайние на 8.20. И ты как хочешь, ты так и добирайся. Жители Бельмещева неоднократно обращались в администрацию города, профильные ведомства и прокуратуру. Но никаких изменений не произошло. Такие отписки мы получаем постоянно. Все. Одно и то же, как под копирку. Между тем, после общественного резонанса сегодня в администрации Барнаула провели совещание по работе маршрута 104. Профильный комитет сообщил, что по результатам анализа исполнения расписания установлены факты срывов рейсов и нарушений утвержденного расписания движения транспортных средств. Перевозчик же объяснил. Автобусный парк транспортной организации имеет достаточное количество исправного подвижного состава. Снижение объемов работ по перевозке пассажиров вызвано острым недостатком квалифицированного водительского состава. Сегодня предприятие выпустило на маршрут дополнительный автобус. А пока комитет по дорожному хозяйству и транспорту будет проверять фактический выпуск количества автобусов на маршрут, власти города готовы рассмотреть варианты возможной смены перевозчика. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Власти города проверили три дорожных участка после ремонта. Речь идет о трех улицах в Новоселикадном. В следующем сюжете расскажем, на каких участках сейчас также идут работы и когда их завершат. Два с половиной километра, три улицы. Инициативная, ветеринарная и Суворова. Дорожные участки проходят приемку после ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На благоустройство улицы с бюджета была выделена порядка 93 миллионов рублей. Эта улица очень важная для микрорайонного Новоселикадного в связи с тем, что здесь дети идут в школу. Поэтому в рамках проекта и обустройства дорог, в первую очередь, конечно, подрядчик у нас обустроил новые тротуары, заменил проезжую часть, обустроил. Мы в рамках безопасности дорожного движения на каждой улице предусмотрели устройство искусственных дорожных неровностей. Дорожную разметку мы нанесли из термопластичных материалов на пешеходных переходах, чтобы обеспечить ее долговечность. Погода внесла свои коррективы. Дорожники зашли на объект позднее обычного. Приходилось увеличивать количество бригад. Но в целом, по словам Валерия Ведяшкина, подрядчик выполнил работы качественно. Небольшие замечания будут устранены в ближайшие дни. На сегодняшний день все объекты, которые были в программе заявлены, то есть в тендере, они все сегодня в работе и какие-то уже больше, чем на 70% готовы, какие-то уже на 90% готовы. То есть остаются какие-то последние штрихи кое-где, где-то остался только верхний слой. То есть в ближайшие дни обещают также хорошую погоду. Я думаю, что мы завершим какую-то часть объектов в ближайшую неделю также. В целом бы хотелось бы отметить, что на текущий год у нас порядка 1,3 миллиарда рублей реализуются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это у нас 19 объектов. Из них это два объекта строительства. Это улица 280 лет Барнаул, улица 65 лет Победы мы ее завершаем. И реконструкция моста Ташкентского. Также на данный момент завершаются работы на улицах Фурманово, проспекте Энергетиков. На большей части объектов подрядчики идут с опережающими темпами. Все работы планируют завершить до 1 октября. Татьяна Голубева, Ирина Корчагина. День с толком. В Алтайском крае начали выдавать удостоверение многодетных семей единого образца. Этот документ получат 35,5 тысяч семей с тремя и более детьми. А с октября в регионе начнут вводить цифровой формат удостоверения. Об этом и мерах поддержки, которые появились в 2024 году, расскажем далее. В Алтайском крае начали выдавать удостоверение многодетных семей. Всего в регионе их получат 35,5 тысяч семей, которые воспитывают почти 120 тысяч детей. А с 1 октября на Алтае начнут внедрять цифровой образец этого документа. Он будет работать в соответствии с возможностями портала госуслуг, в личном кабинете у родителей. И по QR-коду, когда появится возможность считать его, будь то в магазине, мы в дальнейшем предполагаем, в музее, либо в общественном транспорте, то семье не потребуется предоставлять бумажное удостоверение. Считывать QR-код для учета статуса многодетной семьи нужно, чтобы получить определенные льготы. Это значительно экономит средства. Семьи с тремя детьми составляют львиную долю многодетных в крае. Но у нас есть и более многочисленные ячейки общества с 10 и более детьми. В 2024 ввели несколько новых мер поддержки. Бесплатное посещение музеев и выставок, бесплатное горячее питание. Этим пользуются 36 тысяч школьников и 3 тысячи студентов СУЗов. Почти 200 миллионов рублей в краевом бюджете предусмотрено на бесплатный проезд учеников из многодетных семей. Почти 5 тысяч семей уже воспользовались 30-процентной компенсацией услуг ЖКХ. Из прежних мер востребован материнский капитал. Семья может выплату получать в денежном выражении. То есть раз в полугодие взять один прожиточный минимум на нужды, которые необходимы семье. Так вот, в прошлом году 7 тысяч семей воспользовались тем, что из материнского капитала взяли необходимую для них сумму. И в этом году уже тоже 6 тысяч семей. Чаще всего материнский капитал направляли на улучшение жилищных условий. Реже всего для адаптации инвалидов. Из нового капитал можно тратить на подключение центральной системы электроснабжения и водоотведения. Добавим, что Алтайский край – один из 38 регионов страны, где получение мер поддержки многодетных семей не привязано к критериям нуждаемости. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. Найден один из сбежавших из антикафе енотов. Как нам сообщили хозяева, это кнопочка. Вместе с ракетой и еще одним питомцем антикафе они сбежали несколько дней назад через вентиляцию. У нас стоят кошкаловки, и там их любимое лакомство стоит в подвале. Лежит, вернее, лакомство в клетках, в кошкаловках. И вот мы постоянно ходим, проверяем в подвал. Кнопочка как раз и попалась в кошкаловку. Ракета пока не найдена. Сотрудники антикафе рассказывали, что ручные питомцы совсем не приспособлены к уличной жизни. Антикафе расположено на проспекте Социалистическом 69. Жильцов этого дома, а также рядом живущих, просят сообщить, если они увидят еще одного из потеряшек. Звоните по телефону, который вы видите на своих экранах. Сколько сахара в день норма и каковы принципы правильного питания? На Алтае стартовала всероссийская акция «Диктанты здоровья». Студенты медуниверситета проверили свои знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний. За тестированием первокурсников-медиков наблюдала наша съемочная группа. «Начинаем. Вопрос первый. Что такое гигиена?» Студентов-медиков, желающих проверить свои знания, оказалось больше, чем место аудитории. Поэтому пришлось ограничить количество 30-ю ребятами. На каждый ответ дается определенное время, диктует известная актриса музыкального театра. «Я думаю, что 15 секунд будет вполне достаточно, потому что вопросы несложные. Вопросы достаточно такие бытовые, касающиеся бытовых сторон нашей жизни. Я думаю, что тут не нужно будет много времени на раздумья. Во время диктанта мы все-таки думаем, мы ищем ответы на вопросы, мы проверяем свои знания. Это не может быть нам ущерб, только в пользу». Главная оценка – не зачет и даже не отметка. Результат в баллах. Кто ответит на все 39 вопросов правильно, получит 102. «Каждый наш первокурсник, вообще кто поступает к нам в университет, уже должен понимать, что вторая профессия любого медицинского работника – это быть здоровым. Поэтому диктант здоровья – это как раз, скажем, один из инструментов готовности к здоровому образу жизни, подготовка себя к тому, чтобы всю жизнь быть здоровым». Для каждого вопроса три варианта ответа. Нужно выбрать верный. Сами ребята отмечают – диктант несложный, но очень полезный. Иногда просто необходимо обновить знания. «Здоровье человека, оно очень дорого ценится. Для того, чтобы его поддерживать, надо знать различные методы, те же самые просто гигиенические нормативы, обработка рук, после общественного транспорта, после посещения – это все необходимо». «Достаточно полезно, потому что это проверка знаний, во-первых, обучающихся, во-вторых, ну просто интересная активность». По всей стране диктант здоровья проводит Роспотребнадзор. Принять участие и проверить свои знания с 16 по 21 сентября могут не только студенты, но и школьники, сделав это онлайн на портале Роспотребнадзора.санзащит.рус. По итогам участникам вручат памятные грамоты, все прошедшие тестирования в формате онлайн смогут скачать электронный сертификат. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком. Сибирские гонщики закрыли соревновательный сезон по летнему автокроссу в Рубцовском районе. Несмотря на то, что в этот раз отбора на финал Кубка России не было, на трассе в Бабково собралось почти 40 пилотов. Подробнее о том, как прошли состязания, расскажет Данил Кузнецов. На старте автокросса в Рубцовском районе по классике сплошной отечественный автопром. Оно и понятно. Для таких гонок это самый лучший вариант в ценовом плане. Запчасти относительно недорогие, притом очень нужные, ведь аварии случаются регулярно. Пилоты в районе 11, 12, 13 лет на окушечках едут. Из четырех машин у нас две машины спокойно улетели. Одна перевернулась, встала на колеса, две улетели за бруссвер, одна съехала. Борьба была такая, несмотря на то, что это дети, несмотря на то, что всего четыре машины, борьба была прям нешуточная. Соревнования в Рубцовске в принципе всегда нешуточные. В лучшие времена, как заявляют старожилы, собиралось под 70 машин. Однако сейчас из-за определенных проблем Федерации автоспорта Алтайского края состязания понизили в ранге. Последний момент. Поэтому отбора на финал Кубка России не было. Но 37 сибирских спортсменов все же поехали в шести классах. Как-никак готовились к этим соревнованиям долго. То есть это буквально мы каждый вечер вдвоем с отцом в гараже, там всю зима, всю лето, весь сезон, который идет. Это просто нескончаемая работа. Так скажем, не каждый ее выдержит. И так люди сбоку смотрят, говорят, блин, как, мне бы уже терпения не хватило, сколько вы в этом гараже проводите времени, сколько вы готовите машину. Ну, мы здесь, значит, нам все нравится. Кто-то приехал по другой причине. Вспомнить великого рубцовского автоспортсмена Виктора Журбу, который трагически погиб на этой трассе 15 лет назад. Он был тренер, он был наставник, он был учитель, он был организатором. Он был организатором, участником. Его не стало здесь, прямо на старте после финиша. Он финишировал, и сердце остановилось. Сейчас организаторы соревнований мечтают о двух вещах. Возвращение этапа Сибирского федерального округа по автокроссу на трассу Бобково и создание школы технических видов спорта. Учреждение бы позволило взращивать спортсменов для категории Д3 микро, в которой участвуют дети до 8 лет. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...